Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые наши контрагенты, сейчас мы с вами находимся в Яндекс.Директ. Это такая штучка, которая показывает мне, нам, моим сотрудникам, чем вы интересуетесь в области психофизиологии. И в частности вот этот файлик, последняя поисковая фраза, я обращаю внимание, вчера буквально обратил внимание, что был такой запрос. 532.30.08.2000 года. Это библия лаборатории психологического обеспечения, это основной документ, благодаря которым работают такие лаборатории и таких запросов в последнее время все больше и больше и больше. Это вполне понятно и естественно, наши потенциальные контрагенты по нашей ли информации или где-то сами находят нас на просторах интернета, интересуются прежде всего нормативно-организационными юридическими документами нашей деятельности. Вот такой запрос по 532 приказу. Кроме того, интересуются административным регламентом Ростехнадзора номер 721, еще 233 постановлением правительства и так далее. То есть всеми теми документами, которые определяют, так скажем, обобщают, формируют деятельность психологических лабораторий и нашей в частности. Соответственно, мы видим, что люди заинтересованы в том, чтобы получить какую-то нормативно, как я говорил уже, нормативно-организационную документацию по этому вопросу. И соответственно, чтобы упростить вам эти вещи, я вот сейчас перехожу на сайт лаборатории. Мы находимся на главной его странице в разделе, вернее так, в разделе номер 1 документы. Здесь вот приведена такая большая таблица, в которой все документы касательно деятельности нашей лаборатории переведены в открытом доступе. Все они находятся или в формате PDF, или же в каких-то архивах. Обратите внимание, первая строка «Скачать все документы одним архивом». Здесь все документы, которые ниже находятся, выложены, они находятся в одном архиве. Нажимаете на эту ссылочку, скачиваете архив, разархивируете, получаете все документы касательно научно-практического центра АКМЭ нашей организации. Здесь уже упомянутый мной приказ 532 и акт аттестации лаборатории. Мы не просто так работаем и не сами по себе возникли. Карточка предприятия в PDF, в архиве RAR, чтобы с ними можно было удобно работать в Word документе и так далее. Наша контактная информация, все наши патентные свидетельства на АПК контроль допуск, на АСЛПФО, то есть на те программные средства, которыми мы пользуемся, применяя их в процессе психологических обследований персонала, которым это необходимо, потенциально опасных производств. Наша политика конфиденциальности, свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Существуем мы 2,5 года как самостоятельная организация ООО, но работаем в этой сфере, вот здесь вот написано 15 лет, но это уже неправда. Мы уже работаем 17 лет, если быть точно. Давно собирался поменять, попросить программиста поменять вот этот значок. Нам 17 лет, мы 17 лет в этом во всем плюхаемся. Соответственно, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет и наш, собственно, устав. В этом архиве все эти документы находятся вместе, собраны. Кроме того, я хочу вам показать, люди, организации интересуются не просто нашими документами, и может быть они даже в некотором смысле вторичны. Для людей первичным является вот что, а именно раздел номер 2, юридическим лицам. Если мы в него пройдем, мы увидим с вами такую картинку. Страница называется «Услуги». Вот так вот это выглядит. Соответственно, на этой странице подробнейшим образом с приложением всех основополагающих документов, начиная с федеральных законов и кончая какими-то методическими рекомендациями, изложены все нормативные документы и некий, ну так скажем, алгоритм, по которому мы работаем. То есть тут задается вопрос, как оказывается услуга, кому оказывается услуга. Здесь можно почитать объекты атомной энергетики Российской Федерации, предприятия по переработке и обогащению урана, предприятия сборки и разборки ядерных боеприпасов, уранодобывающие, объекты нефтегазодобычи, эксплуатанты, источников приборов ионизирующего излучения, объекты газоснабжения, транспортные предприятия, морские, авиа, железнодорожные, автомобильные, которые транспортируют опасные грузы, связанные с анимизирующими источниками излучения таких масс в России. Соответственно, объекты угольной, горнорудной промышленности, вот эти предприятия, эти сферы деятельности, так скажем, определены не нами, они прописаны в 721 административном регламенте Ростехнадзора. Мы их только изложили на этой странице, скопировали. Соответственно, далее идет вопрос, какими юридическими регуляционными документами обоснованы деятельности проведения ПФО, психологических обследований. И, как я уже сказал, тут и федеральные законы, их, собственно, два, и постановление правительства 233, и постановление правительства 240, и, собственно, вот этот наш самый любимый документ, это административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, гостехнадзор, от 21.12.2011 года, номер 721. Его пункт 36.5.4 говорит, ребята, надо проходить не только медицинские обследования, осмотры по приказу 302Н, но и психологические обследования по приказу 34С. Это является сейчас обязательным требованием получения лицензии предприятиям на право ведения работ в области опасных технологий, добывающих, транспортирующих, атомных, ядерных и так далее. Соответственно, приведен также типовое постановление, приказ Министерства РДО 532 приказ. Это наша Библия, она обосновывает и регламентирует все те процедуры, которыми мы пользуемся в процессе оказания наших услуг. Приказ Минздрав Развития 302Н, уже упомянутый, но и чуть выше. И, соответственно, приказ 34С. Тут приведены формы справок, которые мы оформляем для вот этих самых лиц опасных профессий, которые должны получать лицензии Ростехнадзора. Далее, как оказывается услуга? Описывается некий краткий алгоритм дистанционных психологических обследований. Зачем она оказывается? То есть тут можно посмотреть, кому, значит, как это выглядит справка 302Н, как выглядит справка 34С, которую необходимо поставлять, отправлять в Ростехнадзор и получать тем самым разрешение на право ведения работы. В чем преимущество дистанционных психологических обследований? Ну, тут все понятно. Никаких командировочных расходов, никаких трат, связанных с перелетами, там, поиском и так далее, без отрыва от рабочего места, ваши работники, ну, как минимум, это директор, генеральный директор, главный инженер, начальники подразделений, цехов, отделов и так далее, они эти, ну, как правило, это там от 1-2 до 15 человек, то есть верхушка предприятия, они должны получать вот эти самые разрешения, индивидуальные разрешения. Вообще, 233-е постановление, вот здесь вот упомянутое, там есть замечательная фраза, и персонал, ведущий технологический процесс. Но наши контрагенты в большинстве своем забывают об этой фразе, не видят ее, и, соответственно, услугу нашу получают только лица высоко стоящие, как я уже сказал, директор, главный инженер и начальники производства отделов и цехов. Но, тем не менее, надо не забывать о простых рабочих, о простых рабочих, и понимать, что для них крайне важно, также, сталкиваясь с какими-то сложными источниками, низирующими излучение, еще чего-то, соответственно, эти люди также должны получать индивидуальное разрешение Ростехнадзора. Цена вопроса, здесь она четко нами прописана, указана, от 8700 рублей за рабочий персонал. Если речь идет о БТР, о руководящем персонале, в этом случае, конечно, цена несколько выше. Незначительно, но выше. Соответственно, понимая и зная все вот эти моменты, юридическую подоплеку, обоснованность всей этой деятельности, нашей работы, прежде всего, и работы по обеспечению культуры безопасности человеческого фактора, вы можете перейти по ссылочке на страницу договоров. Обратите внимание, здесь изложены все договора, они, это рыбы договоров, да, то есть отличия в них незначительные, но, предположим, мы оказываем услугу дистанционных ПФО с оплатой по предоплате. Когда нам люди доверяют, мы работаем не первый год, они, да, предоплачивают. Если нет какого-то доверия, непонятно, что и как, мы заключаем договор с оплатой по факту. Выполнили работу, оказали услугу, звоним контрагенту, все в порядке, Ростехнадзор, значит, справки принял, лицензию получили, да, отвечают нам, получили лицензию, все, спасибо, Виктор Николаевич, давайте будем работать дальше, мы вам доверяем. В этом случае, как бы можно перейти на предоплату, ну, или же продолжить по факту. Надо, по-текущему, кто-то сократился, кто-то уволился, новый главный инженер, новый начальник цеха, и так далее. Лицензия нужна, индивидуальное разрешение нужно, снова вся вот эта петрушка по сбору документов, и так далее, и тому подобные вещи, соответственно, договор может быть пролонгирован, и мы эту услугу продолжаем оказывать этому самому предприятию, пускай даже по предоплате. Ну, и другие договора, я сейчас не буду на них останавливаться подробно, единственное, что я хотел сказать в этом видео, что мы видим запросы, вот в данном случае, 532 приказ, да, и мы имеем ответы на эти вопросы, все в открытом доступе, нажимаем на ссылку, скачиваем, и вы получаете полную информацию, будь то нормативно-организационно-юридического характера, или же какую-то информацию уже по конкретному взаимодействию с научно-практическим центром АКМЭ. Все очень четко, все очень прозрачно, по-честному, мы оказываем такую услугу, требуется Ростехнадзором. Ростехнадзор, организация, которая действительно на данный момент, приняла эстафету, возможно, от медицины, от Росатома Российской Федерации, и впереди планеты всей, по контролю, по-настоящему, это не какой-то там, да, то есть там, шарашкина контора, а именно, та организация, которая ответственна в Российской Федерации за безопасность деятельности тех или иных категорий рабочих лиц, инженерно-технических работников, руководителей предприятий, и, соответственно, не только медики проверяют это состояние человеческого фактора на какое-то здоровье, да, соматическое прежде всего, но и психофизиологи проверяют на данный момент состояние человека, его личности, неспецифической работоспособности, концентрации внимания, памяти, мышления и тому подобных вещей. Вот таким образом строится наша работа. Краткое видео, задают вопросы, организуют поиски, ищут документы, заходите на наш сайт lpfo.pro, легко и просто его найти в интернете, мы впереди планеты всей в первых строках поиска Google, Яндекса и так далее, и, соответственно, попадаете на наш сайт, на наш канал, значит, на наши страницы нашего сайта. На этом все, благодарю вас за внимание и удачи вам! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...